Добрый вечер в студии первого Динурустаг с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Кризис планом не помеха. Грядут повышения зарплат. Власти планируют увеличить в будущем году фонд заработной платы на 3 с лишним миллиарда леев. Не внял предупреждением. После внезапного визита на ботанику, столичный градоначальник потребовал от претера положить ему на стол заявление об увольнении. Следующая остановка – новая. Очень удобно, классно. Был недавно дождь. Видно, что все чисто. Комфортно, классно, супер. На улицах Кишинева появляются новые остановки. При выборе материала мэрия отдала предпочтение тем, что будут не по зубам вандалам. Фонды зарплаты в бюджетном секторе увеличат на 3 с лишним миллиарда леев в следующем году. Рост планируется в связи с повышением окладов в ряде сфер, включая здравоохранение. Еще 3 миллиарда направят на продолжение инфраструктурных проектов и запуск новых инвестиционных программ. Об этом премьер Ион Кико заявил в интервью новостному порталу. Самые большие расходы в новом году касаются повышения зарплат врачам. Премьер говорит, что только таким способом можно убедить медиков не уезжать за границу в поисках лучшей работы. Еще миллиарды 200 миллионов пойдут на повышение зарплат другим работникам бюджетной сферы. На ремонт дорог в следующем году регионы получат миллиард 300 миллионов. Премьер говорит, что сейчас финансовая ситуация в Молдове стабильная, особенно в сравнении с другими странами региона. Ион Кико подчеркнул, по сравнению с предыдущими годами, в текущем не было беспощадной инфляции, когда за ночь взлетают цены, а национальная валюта стала крепче, чем была раньше. Во время предыдущих кризисов Лей всегда резко падал. Сейчас твердо удерживает свои позиции, несмотря на удар, нанесенный пандемией по экономике. По данным премьера, сейчас на счетах государства 9 миллиардов 547 миллионов леев. А до конца октября сумма дойдет до 10 миллиардов. В месяц на расходы страны уходит около 4 миллиардов. Фермеры, понесшие в этом году убытки из-за засухи при уборке второй группы зерновых, вскоре получат около 30 литров дистоплива на гектар пашни. Помощь поступит от России в два этапа. Финансовая поддержка на полмиллиарда рублей предоставлена властям Молдовы благодаря договоренности президентов двух стран Игоря Дадона и Владимира Путина. Первая часть примерно на 3 миллиона евро уже утверждена и скоро поступит на счета нашего государства. Деньги распределят между производителями зерновых второй группы, убытки которых превысили 60%. На эти средства будет компенсировано дистопливо, приобретенное для осенних работ. Президент, который сейчас баллотируется на очередной срок, утверждает, что на закупку семян весной правительство найдет дополнительно к помощи России 100 миллионов леев. Игорь Дадон – независимый кандидат на президентских выборах. В избирательной гонке также участвуют еще семь претендентов от политических партий. Лидер по ПДП Андрей Анастаси, представитель ЛДПМ Тудор Делю, выдвиженка партии Шор Виолетта Иванов, руководитель ПДС Майя Санду, кандидат избирательного блока Униря Дарин Киртуаке, председатель ПНЕ Октавиан Цыку и лидер формирования нашей партии Рината Усатой. Действующее правительство не участвует в избирательной кампании и никоим образом не является сторонником или противником того или иного кандидата. Об этом премьер Иоан Кику заявил новостному порталу, отметив, что миссия Кабмина – строго техническая – организация свободных и демократических выборов без политического вмешательства. Премьер Иоан Кику заявил, что высоко поставленные лица и правительственные чиновники, независимо от их политических взглядов, должны оставаться в стороне во время любой избирательной кампании, потому что от них зависит правильное функционирование процессов в стране. Это очевидно, что я, как премьер-министр, не могу работать в этой кампании, даже и ми-ам дори, конечно, что делать для актуалу президенту. Но премьер-министр не может выходить в концедии. Многие были уничтожены, которые были уничтожены в период этой кампании. Между тем, премьера попросили прокомментировать ход кампании и свое отношение к участникам, зарегистрированным в гонке, с точки зрения гражданина Молдовы и избирателя. Тем не менее, премьер убежден, что граждане проявят проницательность и их не унесет волна манипуляций и спекуляций, которыми изобилует нынешняя кампания. Молдовы и институт, мы, как попор, мы очень очень виноваты, марио мажоритет за омениноли уже сутен, знаю, что они делают, мастер-аворитет и я, но мая мажоритет за омениноли очень виноваты и поняли, что требует, чтобы уничать о мучах, чтобы уничать и не помнить коцофана, вы не понимаете? Думаю, у нас есть люди, которые будут идти на валу, но большинство людей это не понимает. Я уверен, что они и у них были решения. И они будут начать в следующий день. Глава исполнительной власти также выразил надежду, что граждане сделают свой выбор в первом туре и правительству не придется тратить дополнительные средства на организацию второго. В Молдове пенсионный возраст надо снизить, потому что по итогам последних поправок к закону, который его устанавливает, люди просто не доживают до того дня, когда им положен заслуженный отдых и не менее заслуженное пособие. Так считает кандидат в президенты Игорь Дадон, который заявил, что будет настаивать на возвращении к прежнему лимиту. Он также напомнил, что в будущем году планируется повысить пенсии еще на 10%. При этом сохранится правило выплачивать единовременную поддержку дважды в год. Кандидат в президенты напомнил, что закон о повышении пенсионного возраста был принят до того, как он стал главой государства. Игорь Дадон напомнил, что в последние годы он несколько раз обращался в парламент с инициативой вернуться к прежней практике, но не получил поддержки со стороны законодателей. Я буду настаивать дальше, для того, чтобы мы вернули пенсионный возраст на уровне, который был раньше. Раньше было 57 для женщин и 62 для мужчин. А для некоторых категорий, к примеру, многодетной мамы, была возможность выйти на пенсию на 55 лет. Я сделаю все возможное, все, что в моих силах, для того, чтобы мы эту ситуацию решили. Более того, Игорь Дадон считает, что следует пересмотреть в том числе и формулу повышения пенсий. Он настаивает. В первую очередь в поддержке нуждаются старики, получающие менее 3000 леев. Именно их пенсии должны расти быстрее. Таким образом, их положение скорее уравняется с теми, кто сейчас получает больше. В качестве решения кандидат предлагает индексировать пенсии менее 2000 леев дважды в год. В следующем году будет опять двухразовая, не двухразовая, два раза в год индексация в апреле и в октябре. И мы надеемся, что суммарно эта индексация будет не менее 10%. И также мы хотим вот эту помощь два раза в год, в январе и в октябре, эту практику продолжить и в следующем году. И будем в первую очередь помогать тем, у которых пенсии маленькие. Игорь Дадон заверил, что нынешняя власть делает все возможное для поддержки населения. Он напомнил, что в этот крайне тяжёлый год, несмотря ни на что, фонда платы труда в Молдове увеличился на миллиард 300 миллионов леев за счёт роста заработной платы некоторых категорий госслужащих, особенно медработников. Также внедряются проекты по сохранению рабочей силы в стране, особенно это касается молодёжи. Независимый кандидат рассказал и о новой концепции правительственной программы «Примакасы». Выборы президента состоятся уже в это воскресенье. В бюллетенях восемь имён. Это Игорь Дадон, Тудор Делиу, Октавиан Цыку, Дарин Киртуаке, Майя Санду, Андрей Настаси, Рината Усатый и Виолетта Иванов. Больше не отталкивает руку помощи. Майя Санду четыре года назад, негодовавшая, что кандидат ДПМ, который тогда руководил Плохотнюк, покидает гонку досрочно в её пользу, на этот раз благосклонно приняла новость о призыве политформирования про Молдова к своим сторонникам голосовать за неё. Хотя и сейчас известно, что за ним стоит всё тот же беглый олигарх. В ходе дебатов на одном из частных телеканалов представителя Майи Санду Игоря Гросу попросили прокомментировать недавний призыв партии про Молдова к своим сторонникам поддержать Майю Санду. Отношение ПДС в рамках нынешней избирательной кампании диаметрално противоположна тому, что формирование демонстрировала в октябре 2016, когда Владимир Плохотнюк объявил, что ДПМ отзывает кандидатуру Мариана Лупу в пользу Санду. Плохотнюк играет так, как он знает. Мордар. Я, но не имею в виду, чтобы играть по правилам его. Я акционирую по правилам. И правилам говорит, что правилы Плохотнюк и другие, как он, должны быть в октябре. Ранее лидер Демпартии Павел Филипп неоднократно заявлял, что формирование про Молдова поддерживает и контролирует на расстоянии Владимир Плохотнюк. Выборы президента состоятся 1 ноября. На эту должность претендует семь выдвиженцев от различных политформирований и один независимый кандидат. Настоятельница монастыря Рычула в Каларажском районе обвинила кандидата ПДС в президенты Майю Санду в незаконном использовании видеоизображений святилища в предвыборном ролике. По официальному заявлению Совета монастыря, его служители, монахини и сестры воздерживаются от выражения своих политических предпочтений, тем более открытого, или поддержки какой-либо партии. Поэтому религиозная община дистанцируется от избирательного клипа Майя Санду в нынешней кампании. В то же время в обращении упоминается, что лидер партии Действия и Солидарность посетила святую обитель в селе Рычула, но не спрашивала разрешения на съемку и не сказала, что видеоизображения будут использованы в ее предвыборном споте. Андрей Анастасия – кандидат в президент от блока АКУМ, в который также входит партия Действия и Солидарность. Об этом заявил сам выдвиженец ППДП, дав понять, что способ участия двух формирований в нынешних выборах был согласован гораздо раньше. В ходе предвыборных дебатов кандидатов двух партий спросили, за кого должны голосовать на этих выборах сторонники блока АКУМ. В то же время, лидер ППДП Андрей Анастасия заявляет, что ранее договорился с партией Маисандо Акутин, и в нынешней предвыборной гонке сторонники ПДС должны поддержать именно его. ПДП Андрей Анастасия Анастасия неоднократно просил Маисандо снять свою кандидатуру с президентской гонки в его пользу. Он напомнил, что прибегал к аналогичному жесту в 2016-м в пользу лидера ПДС. Анастасия пообещал, что если станет президентом, то предложит Маисандо высокий пост в государстве. В выборах главы государства, которые состоятся 1 ноября, участвуют 8 кандидатов. Ассоциации ветеранов Молдовы просят граждан не поддаваться на возможные провокации и избегать насилия в день выборов. Они подписали заявление, в котором говорится, что в последнее время стали замечать подстрекательские обращения в соцсетях, поэтому призывают игнорировать их и не опускаться до противоправных деяний. Представители нескольких общественных организаций, объединяющих ветеранов, озабочены тем, что в медиапространстве в последнее время появилось множество провокационной информации, которую распространяют некоторые участники вооружённого конфликта на Днестре. Они призывают перекрыть подъезды к Левобережным районам, чтобы лишить живущих там граждан Молдовы свободы передвижения и не позволить им проголосовать на открытых специально для них участках. В ходе пресс-конференции представители Ассоциации «Комбатант» объявили, что осуждают подобные действия, считают их незаконными и опасными, поскольку они могут привести к расколу в обществе. Ассоциации «Комбатант» Ветераны уверены, всё это делается ради того, чтобы дестабилизировать ситуацию и помешать нормальному ходу выборов. Поэтому они просят граждан не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Ветераны просят авторов этих призывов прекратить подстрекательскую деятельность, не провоцировать массовые беспорядки и раскол в обществе. Также ветеранские организации заявляют, что поддерживают действия властей по обеспечению равных условий для голосования для всех граждан страны в соответствии с европейскими стандартами. «Мы приложим все усилия, чтобы помочь правоохранителям, частью которых мы были в молодости и которых сейчас представляем в рамках Ассоциации ветеранов войны, чтобы отслеживать и не допустить ситуации, при которых выборы были бы скомпрометированы или сфальсифицированы из-за подкупа избирателей, незаконного подвоза к избирательным участкам и других нарушений». Указывается в заявлении. Документ подписали члены Союза офицеров Республики Молдова, Союза ветеранов Афганской войны, Ассоциации ветеранов и пенсионеров МВД, Национального союза ветеранов войны за независимость Молдовы, Союза ветеранов Георгия Победоносца, Федерации ветеранов и резервистов силовых структур и Ассоциации ветеранов войн и местных вооруженных конфликтов». По данным Центра избиркома, до сих пор больше 23,5 тысяч человек запросили переносную урну для голосования. Свыше 320 из них лечатся от коронавируса дома или в больнице. Однако абсолютное большинство – это пожилые люди с другими заболеваниями или те, кто по уважительным причинам не могут прийти на избирательный участок 1 ноября. Напомню, чтобы вам принесли переносную урну, нужно подать письменное заявление в избирательное бюро до 6 часов вечера 31 октября, а в день выборов – до 3 часов пополудни. Заявка удовлетворяется при наличии медицинской справки. Завтра в столице стартует отопительный сезон. Приказ сегодня подписал заместитель мэра Илья Чабан. До сих пор к теплу подключили уже 130 детсадов из 134, 36 школ и лицеев из 135, а также 30 медучреждений из 62. Топят и в 189 жилых домах из 2730. В термоэлектрике отметили, что подачу теплоносителя по запросу начали еще в конце сентября. Сотрудники компании находятся в постоянном диалоге с экономическими агентами и бытовыми потребителями, чтобы оказать необходимую поддержку в процессе подключения. Процедура проста и занимает максимум 3 часа. После этого администраторы могут регулировать поток тепла в зависимости от температуры воздуха на улице. Инфраструктурные проекты в пригородах столицы, финансируемые мэрией Кишинева, идут полным ходом. Примером могут служить Ставчены, где строят новую дорогу протяженностью 2 километра. Благодаря ей расширят сеть общественного транспорта в этом районе. На проекты из муниципального бюджета выделено 5 миллионов леев. Работы по строительству новой дороги в комоне Ставчены начались ещё в августе. Она соединит улицы Ботошань, Салкимилор и Стамати и позволит со следующего года открыть новую автобусную линию. На этом участке будут тротуары, остановки общественного транспорта и новое освещение. В настоящее время проект завершён на 80%. Виктория Сапожник живёт в этом районе 12 лет. Женщина говорит, что дорога очень востребована и её нужно было давно построить по европейским стандартам. Я уверен, что все, что они выполнены, это очень, очень хорошо. Сейчас есть первая этапа дорога и только первая страда асфальта. Время с репарой 2 по 1-3-й линии троллейбуса. Я хочу сказать, что мы не спустим, что мы благодарны. Общая стоимость проекта составляет 12 миллионов леев, из которых 5 миллионов выделены из городского бюджета. Люди говорят, что довольны, что деньги тратятся на создание современной инфраструктуры. Если вы хотите сделать это, то здесь будет как в Чишнёву. Месяц назад в рамках национальной программы «Хорошие дороги» Месяц назад в Камуне Ставчене заасфальтировали еще один участок А поскольку местные власти делают упор на качество, они внесли дополнительные средства и установили бордюры Мы identificали эту порцию дороги для асфальта, потому что мы хотим построить новую кальку для доступа в локалитете, чтобы fluidизировать трафик Много чем так, эта порция дороги продолжает быть интегрирована в cadre проекта «Ботошанса и Камилор Стамате» В Ставченах проживает около 10 тысяч человек Напомним, в этом году при финансовой поддержке мэрии Кишинева завершены инфраструктурные проекты в семи пригородах столицы Что касается других коммун, проекты развития вышли на финишную прямую В этом году столичные власти выделили 100 миллионов леев на инфраструктурные проекты в городах и селах муниципалитета С сегодняшнего дня и до конца ноября запрещено движение по улице Армянской на участке между Александру Челбун и Кожукарилор Там будут ремонтировать водопровод Столичная мэрия принесла извинения водителям и местным жителям за неудобства Тем более, что сегмент, где будут идти работы, находится недалеко от центрального рынка Власти рекомендуют использовать для передвижения соседние артерии, такие как Александру Челбун, Октавиана Гоги или Александру Хэждау 28 новых остановок установили столичные власти на улицах Рыжкановки и Буюкан с начала октября В ближайшее время собираются продолжить благоустройство точек ожидания общественного транспорта по всему городу В мэрии отмечают, большая часть из 400 с лишним остановок Кишинева находится в плачевном состоянии благодаря проискам вандалов и безответственному отношению горожан к муниципальному имуществу Новые остановки соответствуют принципам универсального дизайна, они удобны, доступны и красивы На каждой конструкции указанное ее название есть часы, а ночью они освещаются При выборе материала учили наличие в городе граждан с деструктивным характером Вандалам придется потрудиться, если вдруг решатся покуситься на остановке Вандалам придется по вкусу нового дизайна и жителям столицы По словам некоторых из них, остановки красивые и делают город более ярким и тематическим Эстетик, сигур, это более красиво для тех, которые у них были Эстетик, потому что они не позволят все эти лепяты, которые у них были в ситуации В данном случае, которые у них были в ситуации Чтобы чисто и комфортно было и дальше, Маркишинева предупреждает С нарушителями будут бороться На данный момент установлены первые 28 новых остановок общественного транспорта 11 на Бойюканах, 12 в центре и 5 на Рыщкановке До конца нынешнего года заменят около 120 остановок Так дальше продолжаться не может С такими словами Ион Чабан потребовал отставки претероботаники Бориса Припелица К этому результату привел внезапный визит градоначальника Мэр говорит, что в данном секторе творится полный беспорядок Выходящий за рамки здравого смысла Ранее Ион Чабан уже делал предупреждение претеру-ботаники А сегодня мэр города окончательно убедился в том, что тот работал спустя рукава Ботаника самый крупный район города и при этом по части порядка он сильно проигрывает другим секторам За все это время были демонтированы некоторые киоски и рекламные панно и кое-где проведена уборка Но в целом по-прежнему грязно Устранять все недочеты придется временно исполняющему обязанности Ион Чабан решил возложить эту миссию на человека из своей команды, Диану Губа Градоначальник посетил также подземный переход на пересечении бульвара в Дачи и Дичабала По поводу ремонта, в котором уже три месяца ведутся переговоры В ближайшее время в нём уже начнут работы по реконструкции На данный момент поступило предложение разместить в подземном переходе на перекрёстке бульвара в Дачи и Дичабала пейзажи старого Аргеева или изображения на авиационную тематику Решение примут архитекторы В ближайшее время отремонтируют все три подземных перехода на Ботанике, включая этот Ещё 912 случаев COVID-19 подтверждены сегодня после почти 3250 тестов Пять из них завезённые из Польши, Турции, Украины, Италии и Литвы При этом 679 человек покинули больницы Таким образом, с начала пандемии в нашей стране заболели 74 тысячи жителей А выздоровели примерно 54,5 тысячи К сожалению, за последние сутки врачи потеряли ещё 18 пациентов из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом Больше тонны крови и плазмы пожертвовали 1850 полицейских со всей страны в ходе кампании Когда сердце просит, дарим тонны энергии Компоненты сдавали в течение 30 дней, а пункты сбора открыли в нескольких районах Более того, Национальному центру переливания удалось собрать плазму переболевших коронавирусом Которую так ждут пациенты с COVID-19 Компания нацинспектората полиции началась месяц назад во Всемирный день сердца Тогда руководство НИП предложило амбициозный план – сдать тонну крови В результате было собрано 780 литров крови и 235 литров плазмы Последние поделились 75 сотрудников полиции, ранее переболевших новым коронавирусом Компоненты крови будут использованы для лечения более тысячи пациентов Руководитель Национального центра переливания Светлана Чеботарь утверждает, что за 30 дней Компании сотрудники Национальной полиции сдали столько крови, сколько было накоплено центром за 8 месяцев В знак солидарности сотрудников правоохранительных органов, Генеральную инспекцию полиции, Наградили дипломом и Кубком благодарность и уважение за добровольное донорство крови Пообещали быть честными, смелыми и преданными народу Первокурсники Академии Штефана Челмари в торжественной обстановке дали клятву полицейского Среди них есть и девушки Министр внутренних дел, который в свое время тоже оканчивал этот вуз, поздравил курсантов с поступлением Возвращение в Казахстане Жур солен! Жур солен! Са фиу девотат Републици Молдова! Са фиу девотат Републици Молдова! Са респект и са плит! Са респект и са плит! Са респект и са плит! Са респект и неприт! Конституция и правила страны! В полицейскую академию поступили в этом году 86 парней и 29 девушек В течение двух месяцев в вузе проверяли их физическую подготовку и готовили к присяге Курсанты только поступили, а от них сегодня уже требовалось продемонстрировать идеальный строевой шаг и выполнение команд Ребят приехал поздравить и министр внутренних дел Павел Войку Кристиан Форне выбрал полицейскую академию, потому что решил пойти по стопам своего отца Он работает в национальной патрульной инспекции Парень надеется, что когда-нибудь тоже станет следить за общественным порядком на улицах, но не исключает, что пойдет еще дальше по профессии Анина Кейзер выбрала профессию, которая асоциируется больше с мужчинами, потому что с детства была очень дисциплинированной Мама девушки не очень хотела, чтобы она поступала в полицейскую академию, зато папа поддержал Девушка выбрала факультет пограничной полиции Кадеты, как и положено, живут в казармах Режим у всех одинаковый, для девушек никаких послаблений Один из самых сложных моментов – подъем Из-за пандемии вживую занятия сейчас проходят только у первокурсников, остальные учатся онлайн Что касается проживания курсантов, ректор академии говорит, что в казармах соблюдают санитарные нормы Все курсанты академии учатся бесплатно, а после окончания им предоставляется работа В этом году, как и в прошлом, по решению правительства академии выделили 115 бюджетных мест Продвинутый пенсионер или как научить бабушку пользоваться смартфоном Большинство людей преклонного возраста с трудом входят в эру цифровых технологий По статистике, в Молдове только 3% из них умеют пользоваться гаджетами Тогда как в Европе эта доля не меньше 40% Исправить ситуацию решил фонд ООН в области народонаселения совместно с Help Age International Организации закупили для пенсионеров из 10 населенных пунктов новенькие смартфоны Ведь учиться никогда не поздно Елена Андрееж, 67 Развлечений в селе у неё немного По вечерам они с мужем смотрят телевизор, слушают радио Дочка уехала, и родительское сердце тоскует Держать с ребёнком связь до сих пор удавалось только через редкие междугородние звонки Новенький смартфон для женщины – целая вселенная, которую постоянно хочется изучать Нескрываемая радость была на лице и других Пенсионеров Всем им группа волонтеров сегодня объясняла как пользоваться гаджетами Многие из пенсионеров смартфон держали впервые Привыкли пользоваться обычным телефоном кнопочным Но кое-какие азы удалось освоить Смартфон действительно упрощает жизнь Благодаря гаджету можно увидеть Эфелеву башню или цирк Дюсалей, не покупая билет на самолёт Но для пожилых людей важно не это, а то, что теперь они смогут поддерживать связь с близкими, внуками, детьми Многие из которых разъехались кто куда Именно общения с близкими многим не хватает больше всего Поэтому как управляться со скайпом старались запомнить в первую очередь Мобильные телефоны подарили людям старше 55-ти, у которых до этого не было современного смартфона Эти два критерия были главными при выборе тех, кто получит подарок Село Садаклия Бесарабского района первые пункты назначения Остальные посетят до декабря К телефону пенсионерам подарили и сим-карточки На сегодня всё С нашими новостями можно также ознакомиться в соцсетях Увидимся завтра в 3 Всего доброго и соблюдайте меры предосторожности Субтитры предоставил DimaTorzok